Осветление волос медом и лимоном – эффектный коктейль для красоты волос. Осветлить волосы можно с помощью доступных и безопасных компонентов. Об осветлении волон медом мы уже рассказывали, а сейчас рассмотрим более подробно как использовать мед и лимон для осветления волос. Вы не только придите вашим локонам светлый оттенок, но и оздоровите, улучшите внешний вид и придадите сияние. Даже если вы очень бережно относитесь к своим волосам, смело можете попробовать осветление волос медом и лимоном. Апостров закрывающая круглая скобка. Точка с запятой закрывающая фигурная скобка. Полезные свойства мед – уникальный продукт, собравший в себе более 400 микроэлементов, витаминов и питательных веществ. Медовые обертывания придают локонам мягкость, увлажнение и здоровый вид. А так как же пчелиный продукт способен устранить шелушение и сухость кожи головы, благоприятно влияет на волосяные лукавицы. Лимон полезен для локонов за счет содержания витаминов и эфирных масел. Он помогает устранить проблему жирности и перхоти, напитывает пряди и придает им глянцевый блеск. Эффективно работает на любом типе волос. Как получить осветление в меде содержится химический компонент, который при определенных условиях высвобождает пероксид водорода. По схожему принципу работают окислители в химических красках. Таким образом, мед не только восстановит и увлажнит пряди, но и сделает их на пару оттенков светлее. Отбеливающее свойство лимона известно на протяжении многих веков. Восточные красавицы использовали лемон для осветления своих прекрасных кудрей. Все благодаря кислоте, которая проникает в структуру волоса и частично обесцвечивает темный пигмент. Указанные компоненты могут осветлять пряди как по отдельности, так и в смешанном виде. Нужно понимать, что натуральные компоненты смогут осветлить пряди не более, чем на три оттенка. Темноволосые девушки получат темно-русый цвет. На светловолосых головах способ сработает эффективнее и даст более очевидное осветление. На черных результат будет практически не виден. Реакция каждого организма индивидуальна, поэтому предугадать конечный результат достаточно сложно. Можно провести пробное окрашивание на незаметной пряди. Способ осветления осветления медом производится курсом обертываний, лучше на ночь из 50 процедур. Для этого на чистые и высушенные естественным путем локоны наносятся меды в жидком состоянии. Далее пряди необходимо обернуть пленкой, укутать полотенцем и выдержать несколько часов, после чего смыть шампунем. Лимон эффективнее всего работает в паре с солнцем. Спрейс свежевыжатого лимонного сока и воды нужно обильно распылить на пряди. Принимать солнечные ванны не менее двух часов. После промыть волосы шампунем и подпитать бальзамом. Отлично осветляет локоны в домашних условиях эфирное масло лимона. Смесь из двух продуктов позволяет эффективно осветлить и оздоровить пряди, улучшить их структуру. Апостров закрывающая круглая скобка. Точка с запятой закрывающая фигурная скобка. Лимонно-медовая смесь для приготовления потребуется смешать в равных пропорциях лимонный сок, мед и оливковое масло. Масса не должна соприкасаться с металлом, иначе возможно проявление зеленых оттенков на волосах. Смесь следует нанести кистью или ватным спонжем на пряди по всей длине. Далее их нужно закрепить, обернуть их полиэтиленом или пленкой, укутать полотенцем и выдержать 2-4 часа. Процедуру завершить мытьем с шампунем и любимым уходовым средством. Указанный красящий состав является основой, в которую можно добавлять другие компоненты. Это сделает волосы еще более живыми и упругими. Вместо оливкового масла можно использовать другое любимое масло. В состав можно вводить кефир, отвар ромашки, читайте подробнее об осветлении волос ромашкой, корицу, уксус, яичный желток. Все продукты доступны и легки в применении. Их следует вводить в смесь в количестве 1-2 чайные ложки на 100 грамм основы. Полезные советы по осветлению лимонно-медовая смесь лучше всего с работой при теплой температуре. Чтобы избежать перегрева, ее следует оставить на 15-20 минут у горячей плиты. Состав может не вымыться с первого раза. Остатки маски можно оставить на локонах и удалить их со следующим мытьем головы. По этой причине обесцвечивание лучше проводить накануне выходных дней. Не следует применять маску при наличии ранок, сильных раздраженной. Противопоказанием также является индивидуальная непереносимость любого компонента. Для сухих по природе волос предлагаем воспользоваться растительными маслами для осветления волос. Предлагаем еще несколько эффективных способов как превратиться в блондинку с помощью народных средств осветления волос кефиром. Простой и доступный метод обесцвечивания прядей – пищевая сода, ухаживающая и осветление локонов корицей и медом. Белоснежные локоны с гидроперидом эффективны и полезны для волос осветляющие маски с корицей. Для тех кто сомневается в эффективности народных способов мы поможем выбрать самые щадящие косметические продукты для обесцвечивания локонов. Осветляющий крем для волос богатый на витамины и питательные компоненты. Бальзам для осветления волос или безвредный осветляющий спрей для волос. Полезное видео полезные свойства. Мед – уникальный продукт, собравший в себе более 400 микроэлементов, витаминов и питательных веществ. Медовые обертывания придают локонам мягкость, увлажнение и здоровый вид. А так как же пчелиный продукт способен устранить шелушение и сухость кожи головы, благоприятно влияет на волосяные лукавицы. Лимон полезен для локонов за счет содержания витаминов и эфирных масел. Он помогает устранить проблему жирности и перхоти, напитывает пряди и придает им глянцевый блеск. Эффективно работает на любом типе волос. Как получить осветление в меде содержится химический компонент, который при определенных условиях высвобождает пероксид водорода. По схожему принципу работают окислители в химических красках. Таким образом, мед не только восстановит и увлажнит пряди, но и сделает их на пару оттенков светлее. Отбеливающее свойство лимона известно на протяжении многих веков. Восточные красавицы использовали лемон для осветления своих прекрасных кудрей. Все благодаря кислоте, которая проникает в структуру волоса и частично обесцвечивает темный пигмент. Указанные компоненты могут осветлять пряди как по отдельности, так и в смешанном виде. Нужно понимать, что натуральные компоненты смогут осветлить пряди не более, чем на три оттенка. Темноволосые девушки получат темно-русый цвет. На светловолосых головах способ сработает эффективнее и даст более очевидное осветление. На черных результат будет практически не виден. Реакция каждого организма индивидуальна, поэтому предугадать конечный результат достаточно сложно. Можно провести пробное окрашивание на незаметной пряди. Способ осветления Осветление медом производится курсом обертываний лучше на ночь из 5-10 процедур. Для этого на чистые и высушенные естественным путем локоны наносятся меды в жидком состоянии. Далее пряди необходимо обернуть пленкой, укутать полотенцем и выдержать несколько часов, после чего смыть шампунем. Лимон эффективнее всего работает в паре с солнцем. Спресс свежевыжатого лимонного сока и воды нужно обильно распылить на пряди. Принимать солнечные ванны не менее двух часов. После промыть волосы шампунем и подпитать бальзамом. Отлично осветляет локоны в домашних условиях эфирное масло лимона. Смесь из двух продуктов позволяет эффективно осветлить и оздоровить пряди, улучшить их структуру. Лимонно-медовая смесь для приготовления потребуется смешать в равных пропорциях лимонный сок, мед и оливковое масло. Масса не должна соприкасаться с металлом, иначе возможно проявление зеленых оттенков на волосах. Смесь следует нанести кистью или ватным спонжем на пряди по всей длине. Далее их нужно закрепить, обернуть их полиэтиленом или пленкой, укутать полотенцем и выдержать 2-4 часа. Процедуру завершить мытьем с шампунем и любимым уходовым средством. Указанный красящий состав является основой, в которую можно добавлять другие компоненты. Это сделает волосы еще более живыми и упругими. Вместо оливкового масла можно использовать другое любимое масло. В состав можно вводить кефир, отвар, ромашки, читайте подробнее об осветлении волос, ромашка и корицу, уксус, яичный желток. Все продукты доступны и легки в применении. Их следует вводить в смесь в количестве 1-2 чайные ложки на 100 грамм основы. Полезные советы по осветлению. Лимонно-медовая смесь лучше всего сработает при теплой температуре. Чтобы избежать перегрева, ее следует оставить на 15-20 минут у горячей плиты. Состав может не вымыться с первого раза. Остатки маски можно оставить на локонах и удалить их со следующим мытьем головы. По этой причине обесцвечивание лучше проводить накануне выходных дней. Не следует применять маску при наличии ранок, сильных раздраженной. Противопоказанием также является индивидуальная непереносимость любого компонента. Для сухих по природе волос предлагаем воспользоваться растительными маслами для осветления волос. Предлагаем еще несколько эффективных способов как превратиться в блондинку с помощью народных средств осветления волос кефиром. Простой и доступный метод обесцвечивания прядей пищевая сода ухаживающая осветление локонов корицей и медом. Белоснежные локоны с гидроперидом эффективны и полезны для волос осветляющие маски с корицей. Для тех кто сомневается в эффективности народных способов мы поможем выбрать самые щадящие косметические продукты для обесцвечивания локонов. Осветляющий крем для волос богатый на витамины и питательные компоненты бальзам для осветления волос или безвредный осветляющий спрей для волос. Полезное видео смотрите видео как применять мета и лимон для ваших волос. Продолжение следует...